Ты можешь спросить, как продвигать недавно зарегистрированный сайт, у которого нет органического трафика. Если бы ты задал мне этот вопрос 10 лет назад, я бы рассказал тебе о стандартных методах SEO, которые хорошо работали. В то время конкуренция была невысокой, потому что тогда компании уделяли больше внимания другим маркетинговым каналам, таким как телевидение, газеты, радио и так далее. Сегодня эти классические методы маркетинга больше не продают. Основная причина в том, что из 7,5 миллиарда человек на Земле, более 4 и 1 миллиарда в онлайне. 92% всех пользователей интернета предпочитает поисковую систему Google. Через нее проходит более 7 миллиардов запросов в день. Вот почему большинство компаний перешли в интернет. Только представь себе, более 1,9 миллиарда веб-сайтов, и 91% из них не имеют органического трафика, согласно Ахревс. Если ты вставишь какое-либо ключевое слово в поиск Google, получишь миллионы результатов. Не все сайты могут занять позиции в топ-10, потому что их там всего 10. 75% пользователей не переходят на вторую страницу результатов поиска. Они предпочитают изменить свой запрос, если не нашли правильную информацию. Существует старая шутка о том, что лучшее место, где можно спрятать мертвое тело, это вторая страница в выдаче Google. Из-за высокого уровня конкуренции невозможно ранжирование сайта при стандартных методах продвижения. В прошлом SEO-специалисты создали множество руководств по продвижению сайтов. Основная их часть содержит только стандартные методы продвижения. Например, поиск ключевых слов, создание качественного контента, исправление технических ошибок, линкбилдинг. Ты снова спросишь, как продвигать новый веб-сайт без органического трафика, если эти стандартные рекомендации не работают. В этом видео я расскажу тебе, как продвигать свой сайт с нуля, чтобы получить органический трафик. Я научу тебя девяти эффективным методам. Эти методы позволят тебе получить высокий трафик и продажи. Привет, я Анатолий Сеоквик. Не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Во вступлении я кратко объяснил тебе, что SEO чрезвычайно конкурентно. Ты можешь не согласиться со мной, особенно если работаешь в узкой нише, где у тебя не так много конкурентов. Я согласен, что у тебя может не быть прямых конкурентов, которые монетизируют свои сайты так же, как и ты. Однако, используя SEO, ты должен учитывать и непрямых конкурентов, которые ранжируют свои сайты в Google. Веди любые связанные ключевые слова в поиск Google, и ты увидишь не только прямых конкурентов, но и непрямых, таких как Википедия. Главный вопрос, как их определить. Я подготовил 9 советов, которые выведут твой сайт в топ и очень быстро. Совет номер 1. Не делай SEO для коммерческих страниц. 10 лет назад я не думал о продвижении информационных страниц, ведь целью была продажа моего товара. Так зачем же обращать внимание на информационные страницы? Однако, за последние 10 лет все изменилось. Сегодня я применяю SEO для информационных страниц даже больше, чем для коммерческих. Почему методы изменились? Согласно исследованию, проведенному Брайаном Дином, в среднем результаты первой страницы Google содержат 1890 слов, около 12 тысяч символов. Это количество слов связано с информационными страницами, такими как статья в блоге. Google предпочитает ранжировать страницы с подобной информацией, максимально отвечающей запросам пользователя. Эти страницы, ранжируя, удовлетворяют запросам пользователя лучше, чем коммерческие страницы, потому что они содержат гораздо более ценную информацию. Возможно, ты задашь вопрос, как мне продавать товары и услуги из статей в блоге. К примеру, ты можешь добавить призыв к действию, используя ссылки на коммерческие страницы и всплывающие окна. Основная причина, по которой в интернете более 1 миллиарда блогов, простая. Они ранжируются и продают. Совет номер 2. Наличие блога очень важно. У любого успешного сайта есть блог, потому что он генерирует трафик и продажи. Однако, для нового ресурса тебе не нужно продавать с твоего блога, пока ты не получишь трафик. Нейл Паттель рекомендует вообще не продавать никаких продуктов в течение первого года. Это отличная рекомендация. Excellent! В течение первого года обращай внимание только на написание качественного контента для своего блога и продвигай его. Как показывает исследование Охревс, 88% всех обратных ссылок HubSpot ссылается на их блог, поскольку HubSpot использует белое SEO для создания обратных ссылок на свои ценные статьи в блоге. Твой следующий вопрос может быть, какой тип контента я должен писать для моего блога, и это подводит меня к третьему совету. Совет номер 3. Обрати внимание на вечно зеленый контент. Существует два типа контента – новости и вечно зеленый контент. Я часто вижу сайты без трафика, на которых много новостей. Никто их не читает. Основная проблема заключается в том, что новостями они являются всего несколько дней, а затем это уже устаревшая информация. Например, популярность запроса Дональд Трамп в выигравшие выборы значительно снизилась после того, как Нью-Йорк Таймс впервые сообщил об этом. Все страницы с новостями являются мусором с точки зрения SEO-продвижения. Если у тебя нет трафика, забудь о новостях на своем сайте. Оставь новости из CNN, Sky, Forbes, The New York Times. Создавай вечно зеленый контент и придерживайся его. Вечно зеленый контент не теряет своей важности завтра или послезавтра. Проверь следующие запросы. SEO-конкуренты, как бросят курить быстро, лучшие бесплатные электронные книги. Людям всегда интересны подобные вопросы. Представители Google и многие SEO-блогеры заявляют, что нужно создавать высококачественный контент. Это фактор ранжирования номер один. Часто случается, что после получения информации и создания высококачественного контента он не ранжируется. Почему? Что не так? Проблема заключается в наличии множества других высококачественных, вечно зеленых материалов в интернете. Какой контент лучше? Это вопрос на миллион долларов. Иногда, даже если твой контент гораздо лучше, Google может ранжировать другие сайты, потому что это не единственный фактор ранжирования. Есть много других факторов, которые необходимо учитывать. Например, обратные ссылки, узнаваемость бренда, техническая оптимизация и так далее. Давай перейдем к новому четвертому совету. Совет номер четыре. Найди плохо написанный и устаревший контент. Многие веб-сайты потерпели неудачу, потому что они создали контент по темам, в которых у Google есть большой выбор контента для ранжирования. Например, если я создаю качественный контент по ключевому слову SEO, могу ли я опередить Moz, Nail Petal и другие известные сайты? Я не уверен, что это возможно. Не с моими ограниченными ресурсами. Кроме того, мне это просто не нужно. Перед созданием любого контента найди страницы с большим трафиком, но с плохо написанным и устаревшим контентом. Собери темы в свой контент-план. Я обычно использую Ahrefs для поиска таких тем. Перейди на вкладку Content Explorer, введи ключевое слово и нажми «Поиск». Затем выбери следующие фильтры. Первая публикация должна быть старше трех лет. Твои языковые предпочтения. Органический трафик более тысячи посетителей. ДР до 40. Количество слов менее тысячи. Используя ключевое слово «Инстаграм», Ahrefs нашел 138 страниц с тонким контентом и большим трафиком. Сортируй их по органическому трафику, и тогда ты получишь страницы с огромным трафиком. Выбери темы, которые наиболее связаны с твоим бизнесом. Например, я случайно открыл эту страницу. Эта статья была опубликована 2 мая 2014 года, и сегодня информация уже устарела. Это отправляет нас к совету номер 5. Совет номер 5. Создай лучший контент. Собери все темы с большим трафиком и плохо написанным контентом в свой контент-план. Затем тебе нужно создать что-то лучшее. Начни с написания. Если у тебя есть опыт написания статей, есть ли дата, начни со сбора максимального количества информации. Прочитай как можно больше об этой теме. Тебе не нужно ничего переписывать, просто собирай самые лучшие интересные идеи. Когда я начинал, я обычно читаю более 10 статей и объединяю эту информацию с собственным опытом, а также каждый день читай другие маркетинговые статьи. Когда ты полностью уверен в своей теме, раздели структуру своей статьи на заголовок. Введение – основную часть с подзаголовками и не забудь написать «ввод». Название очень важно, потому что 80% читателей не открывают страницы с неинтересным заголовком. Ты можешь потратить много времени на создание качественного контента, но если твой заголовок скучный, ты потеряешь 8 из 10 своих читателей. Недавно я запустил свое первое видео о метатегах, в котором я рассказал про 9 методов улучшения CTR. Рекомендую тебе посмотреть это видео. Цель любого вступления – вызвать любопытство. Люди часто пропускают его, если введение неуместно или неинтересно. Тебе не нужно раскрывать все секреты своей статьи во вступлении. Просто укажи, почему полезно и важно читать дальше. Не пиши длинное введение, потому что читатели предпочитают читать то, зачем они пришли, а именно основную часть. Раздели основную часть логически структурированными подзаголовками. Используй данные из разных исследований и обращайся к ним. Сделав это, ты подтвердишь, что твоя информация заслуживает доверия. Не пиши длинное заключение, просто выдели ключевые моменты из своей статьи. Как я уже говорил, средняя длина аранжируемой страницы составляет 1890 слов. Это не значит, что тебе нужно создавать статью именно такого объема. Многие успешные статьи содержат 5000 или 10 000 слов. Но не пиши так много, если не знаешь, о чем ты пишешь. В этом случае 1000 хорошо написанных слов в районе 7000 символов намного лучше. Качество является ключевым. Добавь фотографии, инфографику и видео в свою статью. Это поможет удержать внимание читателей. Следующим шагом является информирование читателей о том, что твой контент существует. Это приводит меня к шестому совету. Совет номер 6. Продвигай новый контент. Даже если ты создаешь лучший контент в мире, с хорошо написанной и полезной информацией, используя множество картинок, этого недостаточно. Ты должен продвигать свой контент. Используй технику небоскреба, созданную Брайаном Дином. Перейди в Ahrefs, Majestic, Semrush или Moz и найди обратные ссылки, которые ссылаются на низкокачественный контент из твоего контент-плана. Найди адреса электронной почты с помощью приложений для Google Chrome, такие как Hunter или с помощью ручных методов, которые лично я предпочитаю больше. Затем обратись к ним, используя такие ресурсы, как Bustream или Pitchbox. Твое письмо может выглядеть примерно так. Приветствую, Дмитрий. Я искал информацию о XYZ и наткнулся на статью в вашем блоге под названием «Тема XYZ». Я заметил, что вы ссылаетесь на одну из моих любимых статей, «Любимая тема» и URL этой страницы. Просто хотел напомнить вам, что я создал похожий, но гораздо более подробный и актуальный контент, чем здесь, ваш URL. Возможно, стоит упомянуть его на вашей странице. В любом случае, продолжайте в том же духе. С уважением, Анатолий. Кроме того, отправляй уведомления на другие сайты, если ты упоминаешь и ссылаешься на них в своей статье. Я всегда добавляю множество внешних ссылок на другой авторитетный контент, который, в свою очередь, подтверждает мою информацию и повышает уровень доверия ко мне. Сообщи владельцам сайтов о своих упоминаниях. Твое электронное письмо может быть таким. Приветствую, Евгений. Я просто хотел сообщить вам, что упомянул вашу статью о XYZ в своем недавнем посте, вставить ссылку на ваш пост. Ваша работа действительно стоит того, чтобы поделиться ей с моей аудиторией. Я также хотел бы знать, что вы думаете об этом, если у вас есть время. С уважением, Анатолий. Предоставление ссылок, а также качественный контент очень важны, но этого недостаточно. Google учитывает множество других факторов ранжирования, и одним из них является узнаваемость бренда. Вопрос в том, как создать узнаваемость бренда. Это подводит меня к следующему совету. Совет номер семь. Создавай узнаваемость бренда. Признание бренда является важным фактором ранжирования, потому что Google ранжирует сайты, которые люди хотят видеть и которым доверяют. Представь себе, ты идешь в спортивный магазин, чтобы купить кроссовки. Есть много вариантов, таких как Reebok, Nike, Adidas или ужасный китайский бренд. Бейл! Что бы ты купил? Я предполагаю, известный бренд. То же самое и с поиском. Google ранжирует такие бренды, как Википедия, Амазон, Ютуб, Пинтерест, потому что люди хотят их видеть. SEO требует иметь узнаваемый бренд. Google учитывает, сколько раз люди ищут в Google название твоего бренда. Предоставление информации о твоем бренде в социальных сетях повышает узнаваемость бренда. Социальные сигналы являются непрямыми факторами ранжирования, но их косвенное влияние является феноменальным. Ты, наверное, слышал о правиле с 7. Клиенты должны встретиться с твоим брендом 7 раз, прежде чем они решат купить у тебя. Когда люди ищут в Google, если у них есть выбор между тобой и другим любым веб-сайтом, они скорее выберут ресурс, который уже знают. CTR не является фактором ранжирования, но трафик важнее позиций. Люди используют не только ключевые слова, но и бренды, потому что они связаны с их запросами. Google считает это упоминанием бренда. Если ты решил использовать социальные сети, следующим шагом будет выбор правильных соцсетей для поиска своей аудитории. Например, для маркетингового агентства это может быть Facebook, Twitter или LinkedIn. Если твоя аудитория предпочитает моду, выбери Instagram или Pinterest. Основная цель любой социально-медийной платформы – как можно дольше удерживать свою аудиторию. Другими словами, чем больше времени люди проводят на этих сайтах, тем больше денег они зарабатывают. Например, Facebook полностью удалил органический трафик со своей платформы. Сегодня есть только один вариант – настроить платное объявление. Прими во внимание тот факт, что аудитория Facebook не хочет покупать. Их главная цель – пообщаться со своими друзьями и быть в курсе их публикаций. Ты можешь повысить узнаваемость бренда, предоставив контент, который ты создал для своего блога. Потрать от 50 до 100 долларов на рекламу Facebook или других социальных сетях, где есть твоя аудитория. Это дорого? Для сравнения, Nail Patel обычно тратит 400 долларов на пост. Бюджет зависит от уровня конкуренции. Ты узнал о высококачественном контенте, создании ссылок и узнаваемости бренда. При наличии всего этого ты получишь органический трафик. Хотел бы ты, чтобы посетители возвращались на твой сайт? Ведь намного дешевле сохранить существующих клиентов, поощряя их покупать все больше и больше, чем находить новых клиентов. Это приводит меня к следующему совету. Совет номер 8. Возвращение посетителей. Требуется много ресурсов, чтобы получить трафик. Однако посетители не покупают твою продукцию при первом посещении твоего сайта. В среднем люди должны увидеть твой бренд 7 раз за 3 месяца, прежде чем они решат купить. Интересным фактором является то, что после первого упоминания посетители не будут помнить твой бренд и на следующий день. Есть еще один и 9 миллиарда других сайтов, на которых твоя аудитория тратит свое время. Зачем им вспоминать еще один? Ты должен заставить их вернуться на твой сайт. Первый шаг – настроить ремаркетинг или ретаргетинг для рекламы Facebook и Google. Ремаркетинг – это маркетинговый инструмент для повторного показа платных объявлений людям, которые уже посетили твой сайт. Создай целевую страницу с выгодным предложением. Тогда у посетителей будет дополнительная причина для покупки твоих товаров. Вторым шагом является настройка пуш-уведомлений, который информирует аудиторию, когда у тебя есть новое предложение или новый контент. Пуш-уведомления – это автоматическое сообщение, отправленное твоим посетителям. Третий шаг – сбор email. Добавь специальные формы или всплывающие окна на твой сайт, чтобы увеличить количество подписчиков. Помни, что люди подписываются, если ты даешь им ценность. Я перечислил все свои рекомендации, кроме одной. Это приводит меня к моему последнему совету. Совет номер 9. Используй Google Консоль. Во время рекламных акций ты будешь получать органический трафик. Проверь все свои результаты в консоли Google. Это бесплатно. Открой вкладку «Производительность» и проанализируй свои результаты. Ты можешь улучшить результаты с помощью этих данных. Я обычно использую метод продвижения 4.10 и 11.30. Позволь мне объяснить, что это. Прежде всего, я открываю консоль Google, чтобы найти свои существующие рейтинговые позиции. От 4 до 10 и от 11 до 30. Затем я экспортирую эти данные в Google таблице, откуда могу создать необходимые фильтры с позициями. Моя цель – улучшить эти позиции, чтобы увеличить CTR и получить больше трафика. Согласно Advanced Web Ranking, чем выше рейтинг, тем выше CTR и трафик. Есть два направления для улучшения позиций SEO на странице и SEO вне страницы. Для SEO на странице сравни свои страницы со страницами твоих конкурентов, чтобы улучшить свой поведенческий фактор и повысить ценность. Для SEO вне страницы используй Ahrefs, чтобы сравнить твои внешние и обратные ссылки с обратными ссылками конкурентов, чтобы реализовать эффектные стратегии построения ссылок. Вот и все на сегодня. Дай мне знать, какие методы ты будешь использовать в комментариях ниже. Я обещаю ответить на все твои вопросы, поэтому не стесняйся, спрашивай. Если тебе понравилось мое видео, подписывайся. Спасибо за просмотр. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok